Традиционно подводим итоги политической недели с Михаилом Подоляком, советником руководителя Офиса Президента Украины. Михаил, здравствуйте, рада вас приветствовать. Да, здравствуйте, здравствуйте. Да что ж, давайте пробежимся по самым важным заявлениям. Начнем, конечно же, с президента Зеленского. Он в интервью BBC допустил, что горячую фазу войны можно завершить до конца года. Но, как в данном контексте можно повлиять на путинский режим, учитывая продолжение их агрессивной политики, учитывая ракетные атаки. Мы видим и читаем это со свода Генерального штаба Вооруженных сил Украины ежедневно. Горячую фазу войны президент говорит о том, что можно завершить на условиях Украины, незабываем. Ну, потому что есть ультимативные условия России. То есть, грубо говоря, она хочет все-таки заморозить конфликт на своих условиях для того, чтобы подготовиться, выполнить надлежащую работу над ошибками, подготовиться к следующим этапам войны как таковой. Потому что Российская Федерация, давайте опять же будем объективны, и это, на мой взгляд, понятно, не реализовала те цели, которые перед собой ставила. Какие цели она ставила? Это, понятно, разрушение украинской государственности, тотальное разрушение, оккупация территории. Это, скажем, материальные цели, которые они ставили. А есть еще политические цели, глобальные цели. Это доминирование в Европе, возврат в клуб, скажем так, самых влиятельных государств. И определение тех правил. Ну, Россия хочет определять те правила, по которым мир должен дальше существовать. То есть, соответственно, доминирование, глобальное доминирование России в мире. Вот эти задачи она не реализовала. Наоборот, она получила репутационные ущербы, несовместимые со статусом глобального государства. И поэтому, конечно же, ненависть к Украине только разрастается в России. Когда мы говорим о окончании горячей фазы войны, тут нужно понимать, что на данный момент, опять же, и мы, и наши партнеры прекрасно понимают, что в этой войне должно произойти, чтобы она закончилась, по крайней мере, перешла в другие форматы. Это другой объем оружия, который нужен Украине. И вы говорите о ракетных обстрелах. Конечно же, это другой тип системы противоракетной обороны, гораздо более объемной, гораздо более насыщенной инструментами, теми же системами Патрио, теми же системами САМП. Ну, и все остальные системы, конечно же, нужны. И так далее. То есть, закрытое небо. Второе – это, безусловно, уничтожение доминирования России в воздухе по линии фронта и, безусловно, снятие вот этих неформальных запретов на удары по территории России, прежде всего, по инфраструктуре войны и, прежде всего, по авиабазам, где находится стратегическая авиация. То есть, это, конечно же, будет существенно влиять дальше на позицию России, позицию социальных групп различных в России, на то, как они воспринимают войну. Потому что пока Россия платит мало, ну, я имею в виду, уровнем жизни своих граждан, то, конечно же, им нравится убивать граждан другой страны. Вторая составляющая – это экономика. Безусловно, опять же, Россия продолжает делать вид, что война не отражается и она продолжает пытаться работать на глобальных рынках. И вот здесь надо режим санкций, конечно же, менять, попытаться его усовершенствовать, пытаться его сделать действительно невозможно для преодоления российскими хитрыми схемами. И третья составляющая, та, которая, к сожалению, хуже всего сегодня выглядит – это дипломатическая изоляция России. Россия по-прежнему имеет инструменты влияния, дипломатические инструменты влияния, особенно на страны глобального юга. Она активно использует международные площадки, она активно распространяет дезинформацию, максимально активно пользуется вот этими площадками. Еще раз подчеркиваю, то есть у нее эти площадки, такого типа как МАГАТЭ или такого типа как ООН, или Международный Красный Крест является, или даже Международное Олимпийское движение, как правило, являются такими основными базовыми площадками для больших дезинформационных компаний, к которым потом присоединяются там и медиа, и соответствующие социальные сети и так далее. Вот это все должно все-таки, опять же, это понимает не только Украина, это понимают наши партнеры, вот это все должно работать более жестко. Если это все в комплексе работает, то тогда, конечно же, горячая фаза войны может подойти к своему финалу. Но еще раз подчеркиваю, без работы инструментов принуждения ничего работать не будет. Ну, в свою очередь, Лавров с трибуны ООН буквально недавно в Нью-Йорке сказал о том, что вы просто перестаньте, обращаясь к Европейскому Союзу, поставлять Украине вооружение, и война вмиг закончится. Но я напомню, что войну Российская Федерация начала до поставок Европейским Союзом, то и целым партнерами Украины оружия. Как так опять меняется какой-то непонятный посыл и так называемые цели, так называемые СВО? Не-не-не, не меняется никакой посыл, не меняются никакие цели. Безусловно, Россия действительно рассматривала территорию Украины как территорию по аналогии с Крымом, что можно ее достаточно быстро захватить, потому что несопоставимы были в начале войны, напомню, милитарные компоненты. В любом случае с Россией, которая является классической милитарной страной, которая заточена на экспансию в том или ином виде и, соответственно, накапливает всегда ресурс нападения, как таковой ни одна страна в Европе не будет сопоставима по этому самому ресурсу. Потому что страны тратят деньги на другое. Страны тратят деньги на прогрессивистское развитие, то есть на эволюцию того образа жизни, в котором они живут, то есть на качество жизни, на повышение качества жизни, на социальные стандарты, опять же на развитие этих или иных высоких технологий, которые позволяют эти стандарты повышать. Российская Федерация оставляет свое население в нищете, в убогости. Ну, собственно, это и есть концепция русского мира, нищета, убогость, но главное, что у нас будет очень много милитарного компонента, которому мы можем угрожать. Здесь не в этом дело, просто заявление Лаврова. Я просто не вижу внятных жестких ответов. Но, смотрите, субъективно сидит и говорит следующее. Мы на них напали, мы их вырезаем. Перестаньте им поставлять средства защиты, потому что у нас больше средств для убийства, для геноцида этого народа. И, соответственно, перестаньте им давать средства для самозащиты на их же территории. Мы зашли на их территорию, мы их там вырезаем. Как только вы перестанете им помогать, мы сможем быстро их дорезать на ваших глазах. И тогда война закончится в нашу пользу. Ну, то есть, вместо того, чтобы кто-то сказал, смотри, уважаемый, ну или неуважаемый субъект, внимательно послушай, вы являетесь в рамках международного права страной-агрессором, которая напала на суверенное государство в рамках неспровоцированной войны с одной целью – геноцид граждан другой суверенной страны. Вот и все. Но вот об этом я и говорю. Это и есть отсутствие главного инструмента давления на Россию, дипломатического инструмента. То есть, вот этот субъект не должен присутствовать с вот этими людоедскими заявлениями на тех или иных международных площадках. Но что делает, к сожалению, глобальная политическая элита? Она по-прежнему не может выйти из этой иллюзии, что с Россией нужно разговаривать. То есть, они как бы считают до сих пор, к сожалению, они считают, что Российская Федерация так или иначе имеет элиту, которая является интеллектуально вменяемой, и которая слышит те или иные рационалистические доводы. Нет, это не так. Это абсолютно иррациональная сегодня элита. Она просто заточена на влюбленность в собственную пропаганду. Она считает, что имеет право просто так безнаказанно, они реально так считают, безнаказанно проводить массовую резню на территории другой страны. И, соответственно, по аналогии с 2014 годом, по аналогии с 2008 Грузии, по аналогии с внутренними войнами в России, не нести в итоге юридической ответственности за это. Вот это они продают собственной элите. Тот же Путин, тот же Лавров, выступая с подобными заявлениями на международных площадках, они как бы своей элите, остальной, которая могла бы там, ну, скажем так, возмутиться, а зачем мы это делаем с точки зрения будущего самой России, они говорят, смотрите, вот мы сейчас дожмем глобальное сообщество, оно принудит Украину не выиграть войну, условно говоря. И, соответственно, как только мы сядем за стол переговоров, то, конечно же, никакой ответственности за все те массовые преступления, которые мы сегодня совершили на территории Украины, нести не будем. Тем более того, мы можем переложить вину, смотрите, мы можем переложить вину. Тот же Лавров заявляет о том, что война была начата чуть ли не странами Запада, ну, потому что НАТО вдруг начало войну против России, и Россия вынуждена обороняться, вырезая над чужой территорией граждан чужой страны и так далее. То есть вот это все выглядит крайне нелепо, конечно же, крайне абсурдно, но, тем не менее, Россия на это делает ставку. Еще раз она делает сегодня ставку на то, чтобы все эти процессы затягивать. При этом параллельно, не забываем те же заявления того же Лаврова и Путина, что даже если они будут вести какие-то там переговорные треки, то они все равно продолжат еще раз ракетами и дронами убивать граждан Украины. То есть они не будут даже останавливать и в этом случае огонь, и не будут прекращать боевые действия. Ну да, вы правы. Внутри российской политики происходит какой-то сюрреализм. Недавно в интервью с Кобеевой Валентина Матвенко сказала, что Россия ни на кого не нападала. Это США привели войну в Украину. То есть, ну, страна кривых зеркал. Еще важный момент. На первом саммите мира в Швейцарии Дмитрий Кулеба, когда общался с журналистами, сказал, что сейчас... Игорь Жовкова, кстати, тоже присутствовал там и тоже говорил этот тезис, что на второй саммит мира будут приглашены представители Российской Федерации и будут переданы им рекомендации либо договоренности. Это можно интерпретировать по-разному. Есть ли что передавать? Учитывая то, что, опять же, ссылаясь на Лаврова, он сказал, что Украина отдает ультиматумы, нужно уважать новые... Как они называют временно оккупированную территорию Украины? Новыми регионами. Нужно уважать новые регионы и права новых регионов. Как тут быть с этими тезисами, ответными со стороны Российской Федерации, уже что известно публично? Первое. Я бы рекомендовал меньше обращать внимание на те или иные сегодняшние заявления Российской Федерации, потому что, безусловно, это все в рамках пропаганды, большой шовинистической пропаганды происходит. И, конечно, они будут продолжать это делать. Будут продолжать делать эти же заявления и так далее и тому подобное. Второе. Не существует никаких, безусловно, новых регионов. Это оккупированные территории, а юридический статус от того, что кто-то там где-то как-то их заявляет и называет и так далее, не меняется. Юридически в рамках международного права это территории Украины, которые временно оккупированы за счет военной агрессии. Безусловно, не спровоцированной, которая сама по себе является военным преступлением. Это тоже нужно понимать. Это вторая составляющая. Третья составляющая. Несомненно, дорожная карта должна быть прописана. Дорожная карта, о которой говорит президент Украины, она должна базироваться на постулатах, на базовых постулатах международного права, которые касаются территориальной целостности. Кстати, на уставных документах той же Организации Объединенных Наций, где Россия сегодня очень комфортно себя чувствует, в том числе председательство и в рамках Совета Безопасности, и использует, опять же, эту площадку исключительно для давления на страны глобального юга, на страны латиноамериканского континента, на страны африканского континента. Показывает, смотрите, мы рукопожатные. То есть, с нами можно иметь дело. То есть, у нас тут какой-то спор там идет, философский спорт, доктринальный спорт. Смотрите, тут НАТО что-то, тут Соединенные Штаты. Мы тут за глобальное доминирование боремся. Это не война геноцидного типа, это война за доминирование. Вот то, что они пытаются продавать за счет этих площадок. Опять же, это крайне опасная тенденция. Так вот, дорожная карта должна быть прописана, в которой четко сказано. Основа для любого мира как такового, для любых отношений, трансграничных отношений, это исключительно международное право, в котором гарантируется стране, любой стране, независимо от ее размера, независимо от ее милитарного компонента, от обладания или не обладания ядерным оружием, гарантируется территориальная неприкосновенность и гарантируется суверенность. То есть, в рамках внутренней и внешней политики. Вот Украина на этом настаивает. Если это мир принимает, а мир должен это принять, потому что это основа основ, фундамент. Иначе тогда хаос, иначе тогда война всех против всех. У нас на сегодняшний день порядка 25 конфликтов той или иной степени интенсивности по миру. Если Российская Федерация не проигрывает, то есть, грубо говоря, финализирует промежуточным образом эту войну на частично своих условиях, это значит, конфликтов будет не 25, а 250 по всему миру. Почему? Потому что окажется, что единственный инструмент перераспределения влияния, ну или там интересов и так далее, это только силовой инструмент. Не дипломатия, не договоренности, не трансграничные договоренности и так далее, а только силовой компонент. Вот, в принципе, нужно все это прописать, имеется в виду в дорожной карте, четко показать, возвращаемся к международному праву как база, возвращаемся к пониманию, что такое территория, что такое суверенитет, как база. Ну и, соответственно, дальше уже Российская Федерация будет предложена это все. Будет она это воспринимать или нет, опять же, переходим к тому, с чего мы начинали. Это инструменты принуждения. Если они работают в полной степени, то есть, если мы с вами не читаем бесконечные колонки о рассуждении о том, а давайте-ка мы подморозим конфликт, давайте-ка мы придем к концепции того, что нужно где-то иметь какую-то линию разделения, а потом постепенно эту линию разделения будем как-то решать. Мы имеем с вами примеры Корейского полуострова и так далее, где эскалация будет только нарастать, тоже линии разделения и тому подобное. Это не рабочие инструменты. Еще раз, Россия ведет войну не за территорию, тем более незабываемо. Оккупированные территории на сегодняшний день полностью разрушены. Россия не заинтересована в территориях. Россия начала эту войну, исходя из двух базовых целей. Первое – это уничтожение, показательное уничтожение гигантской страны Украины. С точки зрения этнического наказания, государственного наказания, не может быть самостоятельного, суверенного государства, как Российская Федерация считает, на территории бывшего Советского Союза, который будет показывать совершенно другой пример внутригосударственного построения. И вторая цель – это глобальное доминирование. Еще раз, это как раз таки то, что создает опасность для разных стран, включая страны Европейского Союза, Соединенные Штаты и так далее. То есть Россия хочет доминировать в глобальном политическом процессе. И это будет. Мы сегодня видим, что многие страны, опять же, нейтральные, неопределившиеся, они смотрят на Россию, они видят, что можно в эту сторону мигрировать. Потому что эти страны, имея нестабильные собственные политические системы, могут решать те или иные вопросы, в том числе трансграничные вопросы, только через прямую конфликтность как таковую. И они видят в России сторону, которая всегда даст ресурсы для конфликта, для войны, всегда будет поддерживать, особенно используя право вета и так далее и тому подобное. Вот если глобально на это так смотреть, то, конечно же, концепция дорожной карты Украины является абсолютно четкой, сбалансированной и точно ведет мир к пониманию, в каком виде он будет существовать дальше. Иметь в виду, будут ли правила, не будут правила и так далее и тому подобное. И давайте сейчас еще поговорим о давлении на Путина со стороны лидеров мира, мировых лидеров и европейских партнеров в том числе, и политиков в Соединенных Штатах Америки. И тут президент Украины Владимир Зеленский недавно и кандидат на пост президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поговорили по телефону. Трамп назвал разговор с Зеленским очень хорошим, снова пообещав принести мир во всем мире и прекратить войну России против Украины, в случае, если станет следующим президентом США. Так вот тут интересно, а какие могут быть у Трампа условия прекращения этой войны? Учитывая то, что мы с вами прекрасно знаем, заявления Трампа, они, да, в разные периоды были разными, иногда довольно-таки резкими, и иногда похожи очень на территориальные уступки. Позиция Офиса Президента, Михаил, от вас, и ваше мнение, как может быть в будущем сотрудничество с возможной администрацией Трампа? С возможной, подчеркну. Еще раз давайте дождемся, конечно же, результата выборов. Комнатин Трамп является ключевым игроком сегодня на внутриполитическом треке Соединенных Штатов, то есть он действительно уже официальный кандидат от республиканской партии с большими шансами и так далее, и поэтому, конечно же, необходимо вести переговорные, иметь переговорные возможности со всеми влиятельными игроками, в том числе в политике, во внутренней политике ключевого союзника Украины, Соединенных Штатов. И поэтому, конечно, для разговора между президентом Украины и кандидатом этой республиканской партии крайне важен. Еще более важна встреча, личная встреча, одна, вторая, третья, ну, не важно, сколько этих встреч должно быть, для того, чтобы еще раз глубоко погрузить нашего партнера, ну, в данном случае представителя республиканской партии, в понимание природы этого конфликта и понимание того, что простого решения, давайте где-то что-то заморозим, не существует с учетом того, какие цели, опять же, ставит перед собой Российская Федерация. Любая заморозка конфликта, это, в принципе, продолжение конфликта, он будет в разной степени интенсивности, в разное время, и, соответственно, это будет только дестабилизировать и регион, и Украину, понятное дело, и Восточную Европу в целом, ну, и демократический лагерь в тем более. Почему? Потому что придется все время идти на те или иные компромиссы с той же Россией, вокруг которой объединятся, опять же, страны, со специфической идеологией. Придется гораздо больше денег тратить на глобальное равновесие, придется гораздо больше денег тратить на совместные программы безопасности и так далее и тому подобное. Вот это все нужно обсуждать, нужно показывать. Нужно показывать, что непроигрыш России сегодня так или иначе будет существенно бить и по репутации Соединенных Штатов как глобального лидера. Потому что, опять же, возвращаемся. Какую цель перед собой ставит Россия? Она не ставит цель захватить город Мариуполь, да, стерев его с лица земли. Она ставит цель уничтожить и захватить под эффективный контроль, ну, под фактический контроль всю территорию Украины и таким образом занять доминирующее место через силовой компонент. Вот это все нужно объяснять. И крайне важно, чтобы, смотрите, мы не можем вмешиваться во внутренние политические ситуации, конечно же, в разных странах. Там выборы проходят, социальные группы выбирают себе тех или иных лидеров и так далее. Но мы обязаны просто разговаривать, потому что это наши союзники. Я имею в виду все страны демократии, все страны Европы, все страны Северной Америки. Мы с ними обязаны разговаривать, показывать альтернативы, где есть альтернативы позитивные, где есть негативные альтернативы. И, конечно же, понимая, что Соединенные Штаты – это ключевое, еще раз подчеркиваю, союзник с точки зрения ресурсного обеспечения Украины, желательно и одно. И второе, если с Белым домом сегодня с действующей администрацией теплые отношения, налаженные отношения, то, конечно же, точно такие же отношения нужно выстраивать и с кандидатами от республиканской партии. Не забываем также, что в парламенте республиканское большинство и республиканское меньшинство, в зависимости от Конгресса или Сената, в основной своей массе тотально четко понимает три вещи по этой войне. Первое – понимает, что Российская Федерация ставит более весомые цели. Второе – что Украина нуждается в безусловной поддержке всех стран демократии. И третье – что для равновесия в мире Российская Федерация должна все-таки проиграть эту войну. Хочет этого кто-то из старых элит или не хочет и так далее. Других вариантов нет. Все другие варианты, если Россия не проиграет, все эти варианты будут вести только к ухудшению международного положения, как такового к ухудшению, в том числе и позиций репутационных, не только репутационных позиций Соединенных Штатов. И о политике Соединенных Штатов немножечко. Если я не ошибаюсь, Джейк Салливан, да, советник по нацбезопасности президента США, он ушел от ответа относительно того, существуют ли обстоятельства, при которых Вашингтон позволил бы вооруженным силам Украины использовать американское оружие вглубь территории, по территории Российской Федерации. Мы прекрасно знаем, и Вы это не единожды говорили в интервью, что каждая задержка поставок вооружения, каждое какое-то долгое решение – это минуты и жизни украинских защитников, которые защищают Украину ежесекундно. Почему на третьем году полномасштабного вторжения до сих пор существуют, если я правильно понимаю, либо какие-то сомнения, либо долгие размышления касательно того, отдавать ли добро на нанесение ударов вглубь территории Российской Федерации. Причем слова президента Зеленского воспринимают международные партнеры абсолютно всерьез, и он уже давно говорит о том, нам нужно это разрешение. Почему так долго тянется решение и разрешение? Это одновременно и сложный и простой вопрос, и ответ на него Вы прекрасно знаете. Точно так же, как в повседневной жизни все зависит от внутреннего стержня, от внутренней воли, от понимания степени ответственности, которую ты готов на себя возложить. К сожалению, глобальные элиты в последние десятилетия, особенно после распада Советского Союза, считали, что они будут жить уже в комфортных условиях, которые не требуют принятия антикризисных жестких решений. Что можно будет перекладывать ответственность на коллективное решение, можно будет перекладывать ответственность на другие политические поколения, не принимать решения, которые выглядят не так однозначно позитивистски, на первый взгляд, как это на самом деле является. Любое решение сегодня, особенно решение, и кроме того, давайте не забывать, то мифологему, тем мифологемы, которыми была окутана Российская Федерация, долгое время это представлялось страной-монстром, она написана, вписана у многих национальных доктрин безопасности у многих стран, в том числе Соединенных Штатов, в качестве главного оппонента. И, соответственно, вот это все, ну и плюс эти мифологемы создавали образ страны, с которой нужно все-таки разговаривать, потому что это может привести к каким-то глобальным эскалациям и тому подобное. Вот это все вместе, вот эти отголоски страха, отголоски бизнес-отношений с Россией, давайте еще и в эту сторону зайдем, отголоски культурных отношений с Россией. Россия очень, скажем так, объемно инвестировала деньги в коррумпирование глобальных элит, мы об этом немножко говорили, о тех же международных площадках. Россия вкладывала огромные деньги в искажение информационного пространства, то есть создавая, опять же, эти мифы, кто есть кто в современном мире. Россия вкладывала большие деньги в культурную интеграцию свою, то есть создавала вот эти большие мифы о великой русской литературе, которая определяет русский, так называемый, дух и русский мир. Все это, конечно, исказило представление о реальной России. И, соответственно, сейчас выйти из этого, знаете, то есть когда ты ненапосредственно находишься внутри войны, и, естественно, каждый день это определенная цена, которую платит Украина и так далее, то, конечно, ты по-другому это все воспринимаешь. Ты не можешь избавиться от таких иллюзий. Наша задача, и президент это блестяще исполняет, блестяще выполняет эти задачи, ну, реализовывает эти задачи, это постоянно объясняет. Смотрите, нету половинчатых решений, нету компромиссных решений. Война такой интенсивности, война такой, скажем, идеологической заточенности предопределена тем, что должен проиграть тот, кто начал акт агрессии как таковой. Иначе глобальное пространство будет выглядеть совершенно по-другому. То есть оно не будет таким, к которому привыкли эти же представители этих же элит. И, соответственно, объективно и в рамках международных воправа, то есть с юридической точки зрения, и в рамках целесообразности с точки зрения введения боевых действий, и в рамках стратегии финализации войны, крайне важно разрушать инфраструктуру войны, прежде всего те же авиационные базы. Мы с вами говорили, что основные компоненты этой войны, которую Россия сегодня применяет, это геноцидные компоненты, это стратегическая авиация для ударов по гражданскому населению, объектам инфраструктуры, тактическая авиация для уничтожения, стирания с лица земли, все, что находится в зоне введения боевых действий. Вот эти два компонента должны быть уничтожены. Их можно уничтожить либо чрезвычайным насыщением Украины системами ПРО, но это будет постоянный такой процесс. То есть у вас противоракеты, у них ракеты, воюйте и так далее. Но параллельно с насыщением системы ПРО нужно уничтожать инструменты ведения вот этих видов войны, то есть стратегической авиации и так далее. Поэтому, конечно, нужно продолжать это все объяснять. И нужно продолжать. И давайте будем опять же здесь объективны. Настроение в глобальных элитах меняется. Да, я не беру тактические выступления, периодически странные колонки мы с вами читаем и так далее. Это, знаете, которые опираются, мы можем где-то что-то заморозить, а потом и так далее. То есть это как бы перенос субъективного мира на объективные несуществующие реалии. И так далее. Потому что Россия пока не проиграет, она будет продолжать экспансию в том или ином виде, в большом объеме. Так вот, возвращаясь. Безусловно, нужно объяснять, что решение необходимо принимать в любом случае. И мы с вами видим, что за последние два года количество позитивных для Украины решений, применения техники, удары по приграничным районам России, применения дальнобойных инструментов по всей оккупированной территории. Все эти запреты вчерашние сегодня не работают. И в полном объеме Украина использует и средства, и силы для нанесения ударов и по оккупированным территориям, и по приграничным российским регионам. Нужно просто продолжать объяснять все эти риски, избавлять, скажем так, глобальные политические элиты от иллюзий, что Российская Федерация является страной, нынешняя элита, безусловно, является той страной, с которой все-таки можно о каких-то минимальных правилах договориться. Нет, нельзя. С Россией договориться ни о чем не получится. Проиграв, конечно же, у нас появляется шанс, и у нас, я имею в виду, у глобального мира появляется шанс на десятилетие относительной жизни, вернее, жизни в относительных правилах. В свою очередь, и о ситуации на фронте, потому что от ситуации на фронте также зависит очень многое. Силы обороны Украины отошли из урожайного. Это официальная информация, о которой поделился Назар Волошин, спикер оперативно-статегическую группировку Воскхортица. В свою очередь, я правильно понимаю, что Российская Федерация до сих пор имеет преимущество в артиллерии, в живой силе? Либо какой ценой идут захваты небольших населенных пунктов на некоторых направлениях, о которых сейчас публично говорит Генштаб? Безусловно, есть еще преимущество ресурсной Российской Федерации, не только в артиллерии, в живой силе и в бронетехнике. Остаточное преимущество, еще раз подчеркиваю, но главное преимущество, это опять же та же тактическая авиация, безумное количество управляемых авиационных бомб, которые просто стирают сначала тут или иной населенный пункт, его просто нельзя уже оборонять, в силу того, что там не за что зацепиться. Но давайте так, здесь правильно поставим акценты. Все, что касается тактическо-оперативной ситуации, оперативно-тактической ситуации на линии фронта, это, конечно же, военные должны комментировать, и опять же, они принимают эти решения, исходя из целесообразности введения оборонительных или наступательных действий. Это правильно, если они будут об этом говорить публично. Все, что сегодня происходит, оно не имеет стратегического значения, то есть Россия уже не смогла реализовать приоритеты, которыми она владела на Харьковском направлении, безусловно, она не реализует их и на Запорожском направлении, я имею в виду, если мы говорим о Работино, и, соответственно, опять же, как только будут решены принципиальные вопросы снабжения, они будут в количественном параметре выглядеть, во-первых, иначе, во-вторых, они будут действительно позволять убрать доминирование России в том же воздухе, то ситуация по линии фронта будет выглядеть точно так же иначе, и инициатива обратно вернется к Украине, и дальше уже будет попытка реализации этой инициативы. Что касается цены, которую платит Россия, цена, безусловно, огромна, и, насколько мы с вами понимаем, для России не существует цены жизни, то есть для них мобилизованные это ничего не стоит, безусловно, им желательно, насколько я понимаю, тактику ведения современных боевых действий Российской Федерации, желательно использовать мобилизованных, потому что это дешевле намного, чем использовать ту технику, которая у них тоже уже дефицитная, они расконсервируют старую технику, старую технику 60-50-х годов, пытаются ее как-то использовать по линии фронта, и так далее. Поэтому цена высокая, но, опять же, это цена чего? Это цена не захвата, смотрите, еще раз, война не идет про территориальные захваты, территориальные захваты – это способ психологического давления на глобальные элиты. Смотрите, у нас есть ресурсы, мы продвинулись еще на 500 метров, да, мы положили там 10 тысяч, во-первых, посмотрите, нам не жалко 10 тысяч за 500 метров, условно говоря, я условно говорю цифры, поэтому бойтесь нас, мы монструозные. А второе, давайте вы все-таки принуждайте их, потому что мы будем вот эти 10 тысяч платить, и будем пытаться продвигаться по 500 метров, пока вы не признаете наше право доминировать. И пока вы не признаете наше право, вернее, ваше право, нас боятся. Вот за что идет война. То есть, опять же, я еще раз здесь буду пытаться просить вас правильно ставить акценты. Российская Федерация, ну, имеется в виду, когда мы об этих темах говорим, Российская Федерация не воюет за то, чтобы захватить работин. Российская Федерация воюет за то, чтобы настолько напугать элиты, чтобы они сказали, ладно, мы поняли, что с Россией воевать не надо, давайте отдадим все, что она хочет. Как будто бы есть предел, дальше за который Российская Федерация не пойдет. Вот в этом фатальная ошибка современных элит. У России нету предела. То есть, условно говоря, они будут всегда повышать ставки, особенно если они не будут наказаны за такого типа войну, как сейчас идет в Украине. Вот если они за эту войну не будут нести существенные юридические наказания, то, конечно же, цена последующих конфликтов, войн, экспансий, агрессий, терроризма со стороны России будет, несомненно, намного выше. То есть, они будут резко наращивать ставку, резко повышать ставку и будут совершенно иначе, в гораздо большем объеме, провоцировать глобальное политическое пространство. И тут же возникает логичный вопрос. Российская Федерация давит. У них есть преимущества, ну, как минимум, хотелось бы сказать по живой силе, но по факту, учитывая эти мясные штурмы, простите на слове, но мясо. Просто мясо. Никак иначе. До каких пор они могут продолжать эту политику давления? Какие международные изменения, процессы могут повлиять на Путина, прекратить эту агрессию? Ведь, вы сами сказали, и Блумберг ранее писал, аналитики Блумберга о том, что идет расконсервация советской техники, и она уже заканчивается. Александр Коваленко, очень хороший аналитик, также постоянно мониторит и говорит ситуацию с военно-промышленным комплексом Российской Федерации. Да, производство есть, но оно не такое мощное, как необходимо для такого огромного фронта. Так, сколько же еще может продолжаться это все? Я понимаю, вопрос про временные рамки, он как пальцем в небо, да? Но если судить чисто из политической силы диктатора Путина? Россия в любом случае постепенно приходит к ресурсному истощению. В милитарном смысле этого слова это несомненно. Сколько может продолжаться? Мы не будем говорить о конкретных сроках ведения боевых действий, мы будем говорить о другом. Как только начнет резко нарастать краснодарский синдром, когда люди выходят, потому что днями или неделями находятся без электричества, канализации, воды и так далее, и тому подобное. Как только будут намного более жестко обезжирены российские олигархи, которые составляют матрицу, одну из составляющих матрицы путинской элиты, как только они действительно будут платить за эту войну гораздо больше, как только они не смогут продавать сырую ни нефть в больших объемах, и как только они перестанут приглашать на заседание по устойчивому развитию современного человечества такого субъекта, как Лавров, очень быстро многие процессы пойдут, стремительно ускоряясь. Вот в этой войне, в рамках этой войны. То есть вопрос цены или вопрос времени зависит от вопроса цены для России. Чем больше она будет нести издержек, существенных издержек по этой войне, это не вопрос военного воспроизводства. Вот понятно, что если вы через посредников спустя рукава смотрите на то, как они покупают микрочипы для ракетостроения, то они могут эти ракеты воспроизводить и продолжать кошмарить гражданское население Украины, опять же оказывая психологическое давление на политические элиты Запада. Но как только это все будет жестко караться, то есть вот компания, независимо от того, напрямую она продавала России или нет, а ее компоненты находятся в российских ракетах, будет нести, опять же, штрафные санкции получать за это, то, конечно же, все это будет быстрее финализироваться. Это несомненно. Вы абсолютно правильно ставите вопрос. Этот вопрос не решается на поле боя. На поле боя, понятно, там должно быть приоритетное количество оружия. Вопрос войны решается сегодня в экономике. То есть если Россия будет, опять же, еще раз подчеркиваю, будет нести гораздо большие издержки на эту войну и будет терять все, что она может получать, не только рынки газов Германии, но будет терять многие рынки и, соответственно, более жестко будут относиться к странам, которые сегодня спекулятивно зарабатывают на России, на демпинговых рынках, то, соответственно, тогда, конечно же, ресурсно это все будет выглядеть совершенно иначе. И тогда можно будет говорить о каких-то там понятных финальных точках. Это, кстати, и есть второй инструмент принуждения экономика. К сожалению, вот в эти все три года, ну или там, вернее, два года с небольшим, вся эта война выглядит очень странно. То есть, с одной стороны, конечно же, это идет в большой интенсивности. Например, вчера там порядка более 170 прямых боестолкновений, а с другой стороны, экономика, на российском рынке работают европейские компании, опять же, финансируя, прекрасно понимая, отдавая себе отчет, что своими налогами они финансируют возможность продолжения введения этих боевых действий. Но если у тебя есть деньги, которыми ты можешь, потому что для Путина фундаментально важно продолжать боевые действия, то есть это единственный способ его дальше существования, воспроизводства его системы. Это единственный способ контроля и внутреннего пространства. Опять же, мы понимаем, что Российская Федерация это дырявая страна, абсолютно пустая, неперспективная, качество жизни крайне низкое и так далее. Вот для того, чтобы, ну и плюс еще и общий, скажем так, уровень интеллектуального развития, уровень эмпатийности, уровень эмоционального развития, эмоционального интеллекта в России не на том уровне находится, как в современных странах, безусловно. Это такая варварская страна, и как только чуть-чуть вожжи будут ослаблены, то у них начнутся там бунты и так далее и тому подобное. Пьяные, классические русские бунты. Вот это все Путин прекрасно понимает, и для него война является единственным способом дальнейшего воспроизводства системы. А война – это деньги. Если у тебя есть деньги, достаточные для продолжения, собственно, войны, то ты будешь воевать столько, сколько можешь. И на завершение также стоит еще обсудить тему касательно поставок. Красная тряпка, как перед быком, вот для Российской Федерации информация о поставках западного вооружения. Более того, то вооружение современное, натовского образца, о котором публично говорит и президент Зеленский, и господин Сырский. Все идет в коммуникации. На каком сейчас этапе, как бы вы оценили сейчас поставки, которые приходят в том ли количестве и то, что нужно в данный момент Украине. Как происходит эта коммуникация? Ответы вы прекрасно знаете. К сожалению, с точки зрения теоретических договоренностей все понятно. То есть, что должно поставляться на этом этапе войны, в каком объеме, в какие сроки и так далее. Но, к сожалению, логистика часто отстает от договоренностей, и это создает, опять же, определенные логистические проблемы внутри войны. Очевидно, что если вы должны в течение трех недель получить определенный объем оружия, а получаете их в течение трех месяцев, то, конечно же, это будет существенным образом сказываться на оперативной обстановке по линии фронта. Это несомненно. Вот это, к сожалению, ключевая, на мой взгляд, проблема. Если мы говорим о военном компоненте, а по экономике мы чуть выше поговорили, а если мы говорим о военном компоненте, вот несоответствие темпов поставок договоренностям, оно, конечно же, влияет, приоритетно влияет на то, что мы видим по линии фронта. Еще раз, технологически западное оружие, несомненно, намного более высокого качества и намного более эффективно, нежели российское оружие, то есть старое советское оружие и так далее. И если бы оно своевременно в достаточном количестве находилось на поле боя, а это, во-первых, позволило бы превратить эту войну действительно в высокотехнологическую, когда человеческий фактор играет меньшую роль, ну, с нашей страны, с российской нас мало волнует, наоборот, их нужно массово уничтожать, я имею в виду оккупантов, которые находятся на нашей территории, а во-вторых, это бы ускоряло те или иные события на том или ином направлении в пользу Украины. Но, опять же, если у тебя, чтобы было понятно, если с той стороны у тебя находятся, например, тысячи инструментов, а у тебя 10, то, конечно же, это не паритетно. И, опять же, если мы говорим о том, что сегодня Россия доминирует в воздушном пространстве, то понятно, что это доминирование позволяет и сухопутной части вести себя иначе. Вот как только прекратит Россия доминировать за счет СУИ и МИГов в воздушном пространстве, то тогда, конечно же, и по сухопутным операциям будет другая картинка. Так что время, логистика поставок, время поставок, объем поставок и своевременность всего этого вместе, конечно же, это определяющий фактор. И хотелось бы, чтобы это все выглядело немножко иначе. Переговоры, то есть давайте мы здесь так скажем, переговоры всегда объемные, они всегда правильно расставляют акценты, подписываются соответствующие договоренности. К сожалению, единственная проблема всегда это логистика и время поставок. Михаил, огромное вам спасибо, что вы нашли время присоединиться к эфиру. Всегда рады вам в эфире «Фридом». Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса Президента Украины был с нами на прямой связи. Субтитры создавал DimaTorzok